Здравствуйте друзья! Неужели это снова происходит? Билл Гейтс предсказывает новую пандемию. Мы должны быть готовы для следующей пандемии. Мы не готовы для COVID-19, поэтому мы должны делать лучше. И мы должны быть коммитетами, чтобы все инструменты выйти от всех в мире. Китайская экспертиза, ресурсы и производительные способности помогут нам обеспечить эти нужды. В Китае загадочное заболевание заставило всемирную организацию здравоохранения забеспокоиться до такой степени, что в Китай теперь могут вернуться старые добрые маски и локдауны. Но приведет ли это к новому включению денежных принтеров, как в прошлый раз? Пытаясь бороться с глобальной рецессией, центральные банки по всему миру вливают деньги в экономику рекордными темпами. И неужели это приведет нас к тому, что процентные ставки снова вернутся к нулю? Исторический экстренный шаг в ФРС США, в результате которого процентные ставки упали до нуля. И снова ли вернутся запреты на путешествия и поездки? Мы приостановим все поездки из Европы в Соединенные Штаты на ближайшие 30 дней. А цепочки поставок снова столкнутся с большими неприятностями. Звучит надуманно, да? Но всего пару часов назад пять сенаторов заявили Байдену, что он должен предотвратить распространение этой болезни, запретив поездки. Спроси себя, если будет введен запрет на международные рейсы, будет ли также введен запрет и на доставку, логистику, цепочки поставок, кораблеперевозки. Если наверху запрещают все это, это означает, что внизу десятки, сотни тысяч рабочих, работающих на этих кораблях, в этих портах, которые потенциально представляют угрозу властям, встанут на паузу. И может быть, мы снова повторим ту ситуацию, когда люди бежали в Костко, Волмарт, Таргет, другие торговые сети, как это было несколько лет назад, скупая всю туалетную бумагу, стиральный порошок, полотенце, гречку, сахарь и воду. Покупатели скупают все, что попадается на глаза. Полки магазинов по всей стране редеют или даже полностью пустеют. Посмотри на эту свежатину. 16 минут назад, 8 минут назад, 23 минуты назад, 59 минут назад. Все они говорят о том, что уже 5 сенаторов попросили Байдена вести запрет на поездку в Китай и из Китая. Республиканцы призвали Байдена приостановить все путешествия на фоне таинственной болезни, которая распространяется в Китае. Мы можем оказаться перед очень, очень большой проблемой очень скоро. И если они начнут справляться с этой ситуацией точно так же, как они справлялись с ней несколько лет назад, мы можем проснуться в совершенно другой экономике. Экономика может пережить серьезные изменения всего лишь за одну ночь. Пожалуйста, нажми на кнопку «Мне нравится», поделись этим видео с друзьями, чтобы просветить других людей о том, что происходит в мире, ведь это влияет на жизнь обычных людей. Итак, письмо, написанное этими 5 сенаторами, призывает Байдена немедленно ограничить поездки между США и Китаем до тех пор, пока не будет собрана дополнительная информация об опасности, которую представляет это таинственное заболевание. Подумай, насколько это радикально запретить такие поездки. Я не говорю, что это хорошо или плохо, но это очень экстремальный шаг. И до последних нескольких лет мы бы никогда не услышали такого, но теперь это, кажется, их любимый инструмент управления. Управление, но не решение. Как это может быть решением? Ведь даже если США запретят поездки в Китай и из Китая, как насчет других стран? Люди едут из Китая в Великобританию, а потом летят в США. Запрет американо-китайских путешествий не имеет никакого логического смысла, ведь для предотвращения распространения заболевания должны происходить более масштабные глобальные усилия. И кажется, что они уже не за горами. Таким образом, мы видим, что здесь может произойти что-то грандиозное, способное изменить мировую экономику в одно мгновение. И они говорят об этом уже несколько лет. Это произошло пару часов назад. Первая вспышка китайской таинственной болезни или чего-то похожего в штате Огайо. Это назвали синдромом белого легкого. Далее они говорят, что вспышка случаев детской пневмонии в штате Огайо вызывает беспокойство у родителей, которые опасаются, что распространение этого заболевания связано с резким увеличением числа аналогичных случаев в Китае и уже нескольких других стран по всему миру. Огайо – это первый штат в США, сообщивший о вспышке этого заболевания с чрезвычайно высоким числом госпитализированных детей. В штате уже зарегистрировано 142 случая госпитализированных детей, что уже превышает установленное в Соединенных Штатах определение того, что считается вспышкой болезни. Однако официальные лица считают, что это не респираторное заболевание, а скорее всего просто-напросто большой всплеск числа случаев пневмонии. Правда ли это? Посмотрим-посмотрим. Но взгляни на это. Это стало известно несколько часов назад, и эту статью уже прочитало 2 миллиона человек. Массачусетс стал вторым штатом США, который сообщил о большом росте числа случаев детской пневмонии, таинственной вирусной вспышки, которую назвали синдромом белого легкого. И все это происходит на фоне загадочной вирусной вспышки в Китае. Если посчитать все эти слова в комментариях, люди говорят о том, будет ли это пандемия 2.0. Может быть. В мире уже нет стабильности. Никто не знает, что произойдет завтра. Но если посмотреть на то, что они говорили последние пару лет, то можно сложить дважды два. И понять, что мы вступаем в нечто, что будет гораздо более безумным, чем то, что мы пережили за последние пару лет. Но дело в том, как люди будут держаться в такие трудные времена. Допустим, например, все закроется на локдаун. Допустим, эти пять сенаторов скажут Байдену запретить путешествия, и Байден пойдет еще дальше. Возможно, все снова начнет закрываться, как в 2020-м. Как люди смогут свести концы с концами, когда инфляция опять станет еще хуже, процентные ставки вернутся к нулю? Это будет большая, большая проблема. Потому что человек, у которого обесценилась зарплата, не сможет даже свести концы с концами. Люди начнут объявлять дефолты направо и налево. Они будут расставлять приоритеты вокруг своих детей, своей семьи. Они не будут беспокоиться о том, как расплатиться с кредиторами, выплатить студенческие займы, автокредиты и ипотеки. Поэтому банки из-за этого будут нести все больше и больше убытков. Я не говорю, что это обязательно произойдет. Но я говорю, что, скорее всего, впереди нас будут ждать более тяжелые времена. Из-за локдаунов на инфляцию также может повлиять и финансовая помощь правительства. Так называемые вертолетные деньги, которые мы видели во время пандемии коронавируса. Кстати говоря, вот так это выглядит в буквальном смысле. Но угадай что? Те люди, которые держали биткоин в это время, выиграли. Они победили. Биткоин взлетел на печатание денег, практически нулевых процентных ставках, на вертолетных деньгах. И я думаю, что в случае новой пандемии мы можем увидеть нечто подобное. Сначала вот такой крах, а затем вот такой рост. Но на этот раз может быть еще несколько изменений. Например, пандемию можно будет использовать для окончательного запуска цифровых валют центральных банков и перехода общества в полностью безналичную эру. Ведь наличность может переносить болезни. Также, чтобы решить проблему производительности экономики, которая точно пострадает от локдаунов, могут использовать искусственный интеллект. Миллиардер Рей Далио говорит, что искусственный интеллект может спровоцировать бум продуктивности экономики, а также перевести людей на трехдневную рабочую неделю. И кажется, крупнейшие компании уже работают в этом направлении. Например, Амазон тестирует роботов-гуманоидов для того, чтобы освободить персонал. Посмотри, что они здесь говорят. 23 мая 2022 года на сайте Всемирного экономического форума опубликована статья «Достаточно ли мы делаем, чтобы предотвратить будущее пандемии?» Последний саммит G7 привлек поддержку амбициозного предложения о создании проекта «Глобальный пандемический радар». Почти год спустя настало время превратить эти слова в конкретные финансовые обязательства и новую решимость воплотить их в жизнь. Если отступить от этого, то усталость лишь повторит цикл паники и пренебрежения последних 20 лет. Современные решительные действия перед лицом любого нового заболевания спасут жизни людей, защитят наши системы здравоохранения и позволят избежать ущерба для экономики и домохозяйств. Но теперь, когда есть возможность возникновения новых эпидемий и пандемий, мы не можем оставлять это на волю случая. А 28 марта 2022 года администрация Байдена уже сделала исторические инвестиции в эту готовность, в этот глобальный пандемический радар и защиту от пандемий в 2023 году. Теперь становится понятнее, к чему все движется, все станет строго цифровым. Я имею в виду цифровое абсолютно все. Взгляни на это. COVID-19 нанес непостижимый ущерб нашей стране и всему миру, вызвав миллионы смертей и триллионы долларов экономических потерь во всем мире и подчеркнув взаимозависимость между безопасностью здоровья нашей страны и странами всего мира. На протяжении всей пандемии американцы и люди по всему миру лично испытали на себе ее медицинские, социальные и экономические последствия. COVID-19 выявил как давние, так и вновь обнаруженные недостатки в наших местных, национальных и международных системах здравоохранения. Это также привело к беспрецедентным многосекторальным ответным действиям всего общества, которое способствовало прорывным инновациям. Администрация США добилась огромного прогресса в борьбе с пандемией и другими чрезвычайными ситуациями в области здравоохранения. Однако для предотвращения будущих биологических катастроф необходимо сделать гораздо больше. В Америке и во всем мире люди хотят знать, что мы можем сделать, чтобы остановить будущее пандемии. Мы должны увеличить и поддерживать наши инвестиции во все правительства, чтобы лучше предотвращать, обнаруживать и реагировать на пандемии, строить безопасный мир и защищать людей от биологических угроз. Если не этот случай в Китае, названный синдромом белых легких, то обязательно найдется какой-то другой вирус. Люди должны быть готовы к этому, и когда это случится, я думаю, что мы повторим 2021 год. Пока уровень дефолтов будет расти, уровень боли в долговом пузыре будет расти, мы будем сидеть в твердых активах, мы будем сидеть в биткоине. И именно поэтому этот новый кризис мы пройдем гораздо легче и богаче, чем все остальные. Меня зовут Богатейший Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok